Ну а сейчас у нас на очереди мода для народа. Рубрику, которую так ждала Оля. Чугунные платья. Рубрику мода для народа представляет сеть народных магазинов Гономарт. Не дай себе обмануть, покупай дешевле. Твой Гономарт. Доброе утро, уральские красавицы! Девоньки из покон веков любили украшать себя роскошными камнями. И сегодня мы об этом поговорим. Любили в Древней Руси украшения. В те времена не только женщины, но и мужчины стремились носить побольше звенящего и сверкающего. Не ради красоты. Наши предки верили, что серьги, бусы и кольца способны от злых духов защищать. И только чуть позже осознали, украшения могут еще и глаз радовать. На протяжении вот уже многих столетий драгоценные камни являются показателем статуса своих обладателей. Помимо сапфиров, бриллиантов, изумрудов, российским модницам полюбились и известные на весь мир уральские самоцветы. Александриты, аметисты, топазы. Ух, уралом запахло. Это же уральские камушки. Тебе бы подошло вот такое колье. Так, вот за бабушкой давай попробуем поухаживать. Вот так вот. У тебя сейчас сердечная чакра, мне кажется. Я второлепна. Урал, это сила. Многие современные дизайнеры предпочитают использовать в своих коллекциях демократичные материалы. И бисер, и стразы. Уральская модельер Нина Ручкина старается быть оригинальной. Известно, что у нас в городе есть чугунный Каслинский павильон, который был известен тоже всему миру, потому что, чтобы сделать столь тонкие, изящные предметы интерьера и столь неподвластного изгибам чугуна, нужно было иметь особенные навыки, которыми славились только уральские мастера. Вот этот комплект вместе с браслетами, вместе с замечательными аксессуарами я посвятила вот этому промыслу. Не может наша народная бабуля глаз от такой красоты оторвать. Все ей примерить хочется. Вот диадема, смотри, какая-то. А ну-ка, ну-ка, дай. С волшебным камнем, амекистом. Чудненько, благородно, по-старому. Убедила всех народная бабуля, что знает толк в моде для народа. В следующей серии она научит, как эту красоту правильно подавать. И походка, и взгляд. Все имеет значение. Наша модная бабуля благодарит свою внучку Ниночку Ручкину за таланты гостеприимства и обещает снова прийти в гости. Еще больше модных советов на официальном канале Гономарта в Ютубе.